Продолжение следует... Интенсивности, настоящести жизни, максимальности проживания, максимальности вложения себя в жизнь и жизни в себя. И вот когда я вижу людей, которые претендуют на то, чтобы по максимуму в любви, в служении, на небо, с небом, небесно, максимально непривязанно и в то же время максимально включенно, но потом не выдерживают, ну, например, говорят, ой, для меня это очень интенсивно, или, ой, здравствуйте, мой контейнер любви такой маленький, я маленький человек, жизнь большая, я маленький. Подожди, жизнь, интенсивность жизни, которая раздается тебе, она дается на вырост, чтобы ты рос, чтобы расширялся. И кризис, мы это говорили уже, это на китайском языке состоит из двух иероглифов. Опасность и возможность. Вот опасность и возможность. Ты можешь использовать кризис свой как опасность, а ты можешь использовать свой кризис как возможность. Если как опасность, то ты неправильно проживаешь кризис. Ты прячешься, ты избегаешь. Ты думаешь, что если ты переедешь куда-то или сменишь локацию, ты избавишься от внутренней боли. Ты думаешь, что если ты интенсивной жизни заглушишь таблеткой и алкоголем, то тебе станет полегче. Или может быть интернетом, то тебе станет полегче. Нет, дорогой, ты просто взял паузу, ты спрятался. Но идти по этому поводу тебе в дождик можно спрятаться, например, переждать дождик и дальше двигаться. Смотри, какой ты был прекрасный человек. Ты искал, ты исследовал, ты собирал самые различные формы работы с собой, с другими людьми. Ты общался с людьми более высокого интеллектуального уровня, более рейтингового. Ты задавал вопросы. Смотри, что получилось, когда ты не справился с жизнью. Тебя сбойнуло, ты спрятался, ты изолировался, ты заглушился. Но так нельзя. Я принимаю это. Это можно переждать. Это можно переждать. Ну, то есть, когда долго бежишь, и ты не можешь все продолжать бежать, ты можешь переждать. Но подниматься и идти дальше просто необходимо, нужно. Придет время. И я бы за то, чтобы ты не засиживался там. И ты снова двинешься, снова пойдешь. Избегать, то есть, куда-то бежать, глушиться и изолироваться в жизненном кризисе, в переживании жизненного кризиса, это не выход. Отделяться, прятаться. Понимаете? Мы тонкими нитями связаны с другими людьми. И если мы... Представьте, мы такая сеточка. Огромная-огромная сеть. И мы узелки на этой сеточке. Если ты вырежаешь себя из сеточки, если ты проседаешь, если ты выбираешь не быть или быть как-то иначе, сетка рвется. Пойми, дорогой, те люди, которые даны уже, они задания. Научись их ценить. Научись справиться с их неоднозначностью, справляться с их неоднозначностью, интенсивностью. Если там уже для тебя ничего нет, ни любви нет, ни интереса к тебе нет, ни заботы нет, если все умерло, тогда тебе дальше. Но если у тебя есть люди, которые ждут тебя и любят, и ты попал в какую-то внутреннюю, во внутренний бублик. Я эту метафору использую. Взял ее из фильма «Все везде и сразу». Очень рейтинговый сейчас фильм такой. Китайский. Если тебя засосал внутренний бублик, ну, ты, конечно, скажешь, что ты можешь сказать. Но это кризис. И его нужно пройти. И пройти с достоинством. И не внешнее обстоятельство, а внутреннее состояние является почвой, пространством для твоего решения. Для того, чтобы эту ситуацию как-то допонять, прорешать. Состроиться заново, но двигаться по своему направлению пути. Как я найду свое направление пути. Как я найду свое призвание. Там, где меня призвали. Там, где я нужен, как я. Это или место, или люди. Но это призвание. То есть прожигать жизнь и жить в призвании. Призвание – это для кого я ищу. А прожигание – это... Это когда у меня есть деньги, я просто их потихонечку трачу. Экономно, бережно. Иногда покупаю бухлишко. Чтобы, когда опять трудно станет, чуть-чуть залить это. Куда-то сходить. Погулять на природе. Ну, и так далее. А вот это вот, понимаете, мы становимся божественным потоком, когда включаемся в этот круговорот отдачи. Я получаю, я отдаю. Чем больше я отдаю, тем больше мне дается. Если я остановлюсь, ставлю себя на паузу экономии энергии, экономии жизненных сил, то есть я буду себя экономить, я особо высовываться не буду, заявляться не буду. Ну, если мне там тысячу рублей или две с половиной кто-то перекинет за час моих разговоров, ну и хорошо. Потому что у меня сил нет. Как только я выхожу из ограничений по поводу того, что сил нет и делаю усилия, энергия приходит. Как только я начинаю ценить, чинить разорванное. Как только я начинаю понимать, где я, может быть, кому-то сделал больно или подвел тем, что уверовал в свою слабость. Тем, что уверовал, что я маленький. Тем, что уверовал, что у меня нет сил нести жизненные обязательства перед другими людьми, которые я взял. тем, что я уверовал, что это не мой путь. А мне какой-то другой путь. Хорошо. У тебя другой путь? Найди его. Покажи мне. Don't tell me. Show me. Не говори мне. Просто покажи мне. Убеди меня, что есть что-то большее, что-то лучшее, чем то место, в котором ты попал в ситуацию кризиса. И вместо того, чтобы искать там, где потерял, и преодолеть там, где надорвался, ты ищешь что-то другое. По многим, по многочисленным таким линиям, исследованиям жизни самых разных людей. Ну, сейчас, если взять парные отношения или отношения с организацией. Вот послушай. У тебя же один и тот же сценарий происходит. Ты приходишь, ты воодушевляешься, ты говоришь о ценности этого места или этого человека, или этих людей в твоей жизни. Потом ты идешь, 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 идешь. Внутренний обесценщик накапливает у тебя представление, знание, что это не твое. И потом ты уходишь искать что-то твое, что-то новое. И ты легко проходишь те жизненные этапы, те жизненные процессы, которые когда-то ты ну вот с этим человеком или с этими людьми проходил легко. С каким-то человеком ты прошел, но там порог интенсивности. Ты не выдерживаешь и начинаешь искать новую точку и снова и снова начинать с начала. И тем самым ты не взрослеешь. Поэтому проходим кризисы конструктивные. Я вот смотри, за все свое кризисное время я много осмысливаю, я много читаю, я превращаю в активность общения и активность творчества свои кризисы. Я из этих состояний много чего хорошего сделал и описал их. Мне стали чаще звонить за консультациями. Именно сейчас, потому что как-то вибрационно люди чувствуют, что сейчас, когда я публикую много видео про прохождение кризисов, у меня есть ответы. Понимаете, у меня есть ответы, пока еще до конца я свои кризисы не прошел. У меня есть ответы, пока я еще не прошел до конца свои кризисы. Тема у нас сегодня какая? Кризисы. Кризисы, которые мы в жизни проходим, это периодические точки или скачки, иногда роста. Кризисы всегда болезненные. Ну или не очень болезненные, но всегда кризис. Если мы говорим слово кризис, значит, скорее всего, это все как-то трудно переживается. Есть правильные, хорошие способы преодоления кризисов, кризисных ситуаций. Эти хорошие способы, мы о них поговорим чуть позже, но есть деструктивные, разрушительные форматы и способы преодоления кризисов. В переводе на китайском языке кризис обозначается двумя иероглифами опасность и возможность. Так вот, когда кризис тебя действительно испугает, когда кризис станет чем-то трудным для тебя, ты будешь рассматривать его как опасность. Если ты сначала испугнешься, как же так, как же так, за что мне такое испытание, но потом, если ты сможешь увидеть возможности, которые открывает в тебе кризисная ситуация, то кризис станет для тебя скачком движения, скачком роста. Кризис может происходить на внешнем уровне, может происходить на внутреннем уровне. Кризис – это когда что-то уже не может быть по-старому, а как по-новому, ты этого не знаешь. Кризис – это когда рушится привычный мир, привычный, обустроенный мир, и у тебя была защищенность, стабильность, понимание, как, а как дальше, а как оно будет дальше, ты даже заподозрить не можешь, ты не знаешь этого, ты не можешь. Ну, и это тебя реально пугает. И это тебя реально пугает. Это бьет по нервам, это цепляет душу, и иногда мы просто, как говорят, оказываемся в обескураженном состоянии. Неправильные способы преодоления кризиса, неправильные, деструктивные, разрушительные – это уйти в изоляцию, то есть закрыться от всех, свернуться в клубочек и переживать это горе в одиночку. В кризисах включаются наши самые трудные, может быть, иногда детские какие-то программы и состояния. то есть мы вдруг все, что не проработали, не прошли на более ранних этапах, повзрослев, оно актуализируется, оно достается. Может быть, неопределенность, может, какая-то темнота, может, какая-то внутренняя пустота. И вот мы попали в кризис. Изоляция, закрыться, теперь ей никому не нужен, теперь до меня или не нужна, никому нет дела, мне плохо, это как-то стыдно, мне трудно говорить о том, в какую ситуацию я попал или попала. Если кто-то узнает, это будет очень стыдно. И это, изоляция – это первый неконструктивный способ реагирования. Второй неконструктивный способ реагирования – это на кризис – это бухать. Бухать. Если что-то сложное в жизни случилось, и моя боль оказалась совершенно невыносимая, есть люди, которые чуть-чуть расслабляют напряжение, чуть-чуть выпивают, но это чуть-чуть у всех разное. Если вы алкоголик, вам в кризис нельзя, ни в коем случае. Если же вы просто осознанный человек, но не алкоголик, но подходит к вам такой момент. Вот здесь, если вы алкоголем, объясняю рационально, затормозите кризисное течение внутри себя, то вот вы затормозились алкоголем, до окончания, до выхода алкогольного мышления, алкоголя из вас, вы не проживаете, вы просто затормозили необходимое решение, необходимые выводы из этой ситуации. А иногда ситуация двигается очень быстро, и вам нельзя останавливаться, вам нужно двигаться, вам нужно решать что-то в связи с тем, что что-то изменилось. Важно помнить, что в кризис вовлечены не только вы, мы тонкими невидимыми нитями связаны с другими людьми. Мы тонкими невидимыми нитями душевно связаны с другими людьми, которые нас любят, которым не наплевать, которые о нас заботятся. Если мы выбираем путь или изоляции, или алкогольного заглушения, мы крепко подставляем наших близких, потому что они не могут понять, что происходит. Изоляция это когда что происходит с тобой? Да все нормально, у меня все нормально, я справляюсь. Еще один вид кризиса это бегство. Тебе кажется, что сбежав из точки, где произошел твой кризис, я сейчас конечно же не имею ввиду военные конфликты, там действительно нужно решать, то сменив обстановку все изменится. вспоминается история, которую рассказывали разные мудрецы про известную женщину Суфия по имени Рубия. Однажды она что-то искала ночью под фонарем. Нет, увидела, что кто-то мужик ищет под фонарем что-то ночью. Она подошла к нему и спросила дорогой а что ты ищешь? Он говорит я потерял ключи. А где ты потерял ключи? Он говорит да где-то там вот пошел по дороге и вот дошел до светлого этого столба и потерял ключи. Она говорит дорогой ищи там где потерял а не там где светло. Вот если у вас в жизни та или ситуация или отношения привели к кризису к обрыву даже если вам кажется что нужно вам сменить локацию и все будет полегче пожалуйста ищите там где потеряли провалившись в черную дыру в кризис в депрессию в алкоголизм вы крепко подставили других людей которые нас которым не наплевать которые на связи с вами которые переживают за вас которые верят вас вы подвели вот это надо признать позволяя себе разрушаться или закрываться или проваливаться я подвожу некоторые депрессивные люди или трудные люди но имеющие этическую закваску они даже говорят в таких ситуациях когда что-то там оборвалось простите я вас всех подвел но если человек в состоянии безэнергетичности кризиса какого-то трудного переживания замыкается забухивает или начинает каким-то образом глушится он крепко подводит других людей он разрушает и их потому что мы же никто из нас не остров мы тонкими душевными нитями связаны с другими людьми если я ухожу в саморазрушение самообвинение в изоляцию в забухивание ничего не сказал своим близким это означает не предупредив их не объяснившись это означает что я обрекаю их на страдания поэтому когда воронка черной дыры воронка как бы каких-то новых решений которые у вас созрели но ваша жизнь не является только вашей жизнью вы связаны множеством ниток с другими людьми затягивает чтобы все закрыть и перерешать вы подвергаете риску ваши близкие я помнил еще какие-то варианты кризиса но сейчас хочется вот какую вещь сказать есть конструктивные способы решения кризисных состояний кризисных ситуаций смотрите вы начинаете искать с кем поговорить вам трудно да это понятно да первое правило не замыкаться и находите людей которые с вашим вот этим трудным внутренним миром где что-то случается сложное с вами готовы побыть поговорить за деньги или бесплатно хорошо если есть такие друзья у вас которые могут воспринять совсем в вашем барах слишком если у вас таких людей нету в ближайшем окружении значит вы одиночка значит ищите хотя бы психотерапевта кто мог бы побыть и поразбираться в этом плане мне кажется психотерапия для того и существует существует для людей которые конструктивны поддерживающие взаимообогащающие связи не смогли в своей жизни построить есть случай когда нужна помощь специалисты но если поддерживающего контакта в жизни нету вы каким-то образом ищите хотя бы за денежки вот таким вот вот в таком плане чтобы вами позанимали чтобы кто-то помог вам построить план в связи с изменившейся реальности мне например когда мне трудно слабо не стремно то есть трудно слабо или например я где-то прохожу кризис не стремно попросить психологической помощи человеческой поддержки у моих друзей я научился это делать и у меня большой круг людей которые меня как меня знают ценят и мои трудные состояния это прекрасный повод нам встретиться и поговорить потому что когда мы на светлой стороне находимся ну о чем говорить когда у человека все хорошо мы схвастаемся достижениями делимся открытиями а вот трудная дружеская реально составится на темной стороне поэтому однажды мой один знакомый приятель сказал ну говорит вот у тебя большой круг людей которые могут принять тебя таким какой ты есть и знаю тебя и ты честно можешь о себе рассказать но мое окружение а это был человек с особенностями вот меня если я расскажу все о себе не примет поэтому я на это вот держался но надо было все таки сказать дорогой вот это говорит о качестве твоего окружения если в твоем окружении люди могут принять тебя таким каков ты есть в горе и в радости и в твоих каких-то особенностях и в твоих трудных сюжетах это говорит о том что ты построил такое окружение вокруг себя что если тебе будет трудно тебя удержат на плаву а если же ты не смог такое построить это говорит о качестве твоих отношений с близким кругом может быть с сестрой с братом с мамой с папой с друзьями понимаете мы же находимся очень часто в такой имиджевой упаковке мы стараемся выглядеть но близкого эмпатического контакта состояние когда ты не можешь можешь поговорить о себе не цензурируя и не боясь что твоя информация может которую ты говоришь может быть в конечном счете использована против тебя вот такого близкого контакта если нет значит ты вообще-то в жизни одинок моя такая ну что ли и работа и труд души обучать людей собой эти контакты строить поэтому когда человек записывается ко мне на консультацию например мне человек говорит вот я посмотрел ваше видео в котором сказано что этичность без эмпатии это токсичные эмоции и говорю ну конечно этичность то есть этичность да без эмпатии если человек говорит я очень рад видеть вас и ты слушая это не видишь что там действительно радость вот то это яд а как давать эмпатию как построить эмпатические отношения и вот представь себе я внутри консультирования говорю давай так если мы построим у тебя получится я готов давай строить давай делиться давай будем прямо сейчас вот выходя в каком-то смысле за традиционные терапевтические рамки построим такой человеческий контакт чтобы ты понимал ощутил как это классно быть в эмпатии я этому человеку говорил что вы ты состроил себе прекрасную этичную личность но с тобой холодно а по тебя невозможно согреться ни твоей жене ни твоим детям потому что ты холодный как аэсберг в океане но очень воспитанный очень этичный даже такие знаете ужинки есть улыбки какие-то психологизмы но я не понимаю со мной разговаривает голова или человек мы говорим про кризисы и поэтому я вам весь поток сознания как близким друзьям хотя я не вижу вас как близким друзьям вот Саша Елисеев присоединился очень приятно вот смотрите я помню в прошлом году у меня был такой очень интересный кризис когда ни один фильм меня не мотивировал ни одно общение не могло меня вдохновить ничто меня не поддерживало и не держало на плаву казалось что жизнь закончена что все самое интересное прошло и больше никогда не будет я рассказываю о своем способе работе с моими кризисами тогда я взял вот этот вот красивый айфончик восьмой поставил на штатив и все это рассказал все это рассказал просто айфончик потом я нашел двух близких людей которым это все рассказал поделился уже личностно потому что когда записываешь в айфон это как будто твой личный дневник такой ты делишься и оно за счет искренности откровенности потом на пользу всем но это не обязательно выставлять в интернет некоторым не стоит вообще я уж беспредельщик и такой суицидник в социальном смысле я могу многое рассказать такое что мне не стрёмно быть собой вот и я рассказал эту всю штуку и когда я рассказывал как будто для себя вот в телефон даже не в трансляцию я допонял я допонял себя я до услышал себя а потом когда я близко пообщался я увидел что в других людях мои слова нашли резонанс и вот когда этот резонанс есть это сочувствие со-переживаний есть я вдруг понимаю что несмотря на кризис я остаюсь в мире людей я с людьми я человек у человека у меня как человека есть свои ограничения есть свои биохимические сбои есть свои уровни спадов и подъемов вот и мне первое не изоляться не изолироваться второе не закрываться третье не бухать вот это я понял свой самый крайний кризис я попробовал то что мне было сложно заглушить вином это очень интересная такая эксперимент был и состояние то что мне было сложно принять я достаточно крепко это делал при этом ничего не ел и боль отступала но решение не приходило и где-то у меня из глубины души вспомнилось что я отвечаю за очень многих людей не отвечаю отвечаю чтобы быть потому что когда я есть люди смотрят и и как бы могут опираться могут на меня может могут держаться могут обращаться я понимаю что мои когнитивные способности то есть размышления эмоциональный интеллект в это время ну просто превращаются в хлам хорошо что я вот по природе не алкоголик и не из алкогольной семьи если человек алкоголик то у него там другая история он начинает наращивать эти вещи он уходит вообще от реальности куда-то проваливается и все и человек разрушается надолго то есть если так вот пройти человеку безалкогольному на некоторую интоксикацию то есть не принимать чтобы вернуть ясность мышления то это где-то ну не 4-5 водичку еду доброе общение и человек возвращается если это был именно но алкогольный если человек по природе алкоголик ну после завязки и хорошей терапевтической работы ну где-то неделю или месяц вы там не найдете того человека которого знаете я знаю что сейчас многие глушатся и алкоголь у нас не является социально запрещенным продуктом и я раньше был тоже такой знаете настрой такой ну вино там коньячок сейчас я понимаю что это яд но я дошел до этого когда попытался залить трудную ситуацию свой кризис и понял что это не выход это развал это распад моей личности и меня могут больше не встретить тем я как-то это осознал очень глубоко ну вот видите для меня все сложные состояния все кризисы а сейчас попам финал финал финальная сцена это возможность исследования возможность проверить насколько все мои теории все что я написал и надиктовал в этих видео насколько они применимы ко мне не являются ли это только декларативные ценности поэтому я путешествую по самым странным и сложным состояниям не только со своими клиентами но и своей жизни и меня это сказочно и ободряет вдохновляет факт исследования за это время за последние полтора месяца я столько интересного успел изучить и по психиатрии и по алкогольной зависимости и по межличностным отношениям и по вот этим вот ну как бы вот если там во взаимодействии с человеком как определить если вы о чем-то договоритесь если там на кого опереться или там нет никого бывает так что человек говорит какие-то слова мы верим словам потому что мы самые ответственные люди а там никого из ответственных за свои слова просто нет вот по психологическому вампиризму по то что происходит с людьми самое интересное у меня пошли вот когда сам как будто бы я как ну как бы начинаю из боли выходить раскрываясь у меня пошли офигенские интересные консультации вот и консультации связаны с кризисом принадлежности и свободы то есть оставаться принадлежать по привычке чему-то или кому-то или обрести свободу и здесь очень важно в этих сюжетах в этих состояниях быть человеком и следовать за ним подбрасывать контраргументы работать на уровне поля на уровне интуитивного такого резонанса ну конечно не из ума потому что учебники психологии никого не сделали счастливым не из чужих открытий даже не из своих а из вот этого вибрационного взаимодействия которое ведет и тебя и меня в нашем общении вот поэтому для меня любой кризис это прекрасный повод для исследования себя в новой ситуации для написания новых текстов для записывания новых видео для у кого кого-то именно кризис побуждает писать произведения ну я как творческий человек говорю вот стихотворение пьесу может быть вот кризис для меня это возможность осмыслить пройти преодолеть и оставить свою собственную заметки на пути маршрутную карту зарисовки как художники на пленэрах делают самые разные вот и извлечь опыт не только через проживание не только через проживание но и через осмысление если есть проживание то есть ты готовить и в труд найти в боль переломаться от трудной ситуации на сухую и ты можешь записать это текстом для себя в личный дневник или для кого-то то к твоему чувству присоединяется сознание и тогда ты вырастаешь есть люди которые закрылись забухались может быть спрятались отреклись забрали свои обязательства обратно и я смотрю я знаю людей которые проживают я смотрю тот момент когда ты проживаешь трудно каков продукт что ценного в это время ты даешь людям используешь ли ты этот кризис как возможность вот ищешь ли ты ответы насколько ты ты усложняешься или упрощаешься если человек бухает он упрощается если человек глушит экзистенциальную тревогу с помощью каких-то веществ он упрощается он примитивизируется а я хочу расти развиваться значит усложняться проходя свои ситуации с благодарностью тем людям которые усложнили мою прекрасную спокойную жизнь с благодарностью непременно я осмысляю себя относительно других себя относительно ситуации себя относительно своего пути вот я двигаюсь по жизни дальше и знаю как поддерживать людей в кризисных ситуациях я и раньше знал но сейчас еще и больше знаю знаете благодаря чему потому что мне не стремно было просить поддержки и помощи я шумею но актерски держать себя и я знаю что из того как мне помог помогали люди в моих кризисных ситуациях что помогало а что не помогало и что не помогло бы и вы знаете у меня стопроцентное попадание у меня ну человек 10 близких друзей которым я мог рассказать свое трудное и которые стопроцентно дали мне такой контакт и резонанс благодаря которым видите я иду сейчас и я здесь я с вами вот и я живой я вышел из воды может быть сухим может не очень но мне приятно делиться этим и если вы проходите свои кризисные ситуации мне есть что рассказать отчасти об этом мы будем говорить кстати вот рекламная интеграция с Сашей Ройтманом который мой замечательный друг и коллега из Израиля завтра это какое будет число не помню ну короче завтра у меня будет в инстаграме это как сказать картинка вы 18 часов кажется 16 15 или 16 завтра напомните это мне календаря если у вас какие-то интересные идеи и может быть обратная связь по поводу того что вы сегодня услышали вот есть ли вам что мне сказать чтобы как-то завершить все-таки иначе я в следующий раз буду разговаривать только со своим телефоном на запись а не в эфире но если нет если вам даже лайков на меня жалко я прощаюсь с вами спасибо что были рядом спасибо что вы слушали я же каждый раз не знаю кто придет на этот разговор и обнимаю всех хорошего всем лета вот вы только присоединились а мы уже заканчиваем пока пока друзья Продолжение следует...